Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканала «Союз» начинается передача беседы с батюшкой, ведущей Глеба Ленский. И сегодня у нас в гостях партнерей Михаил Бриверман, настоятель храма, святых Константин и Елены на улице Доблести, в нашем славном городе Санкт-Петербурге. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой Глеб! Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Дорогие наши телезрители, темой сегодняшней нашей беседы является «Икона и жизнь». И, конечно, мы будем говорить и об иконе «Спасный рукотворный», которую мы сегодня чтим. И, конечно же, вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы, и оставить свои комментарии. Для этого есть телефон прямого эфира в нашей студии. Код города 812, телефон 677-6244. Мы будем очень признательны за ваше внимание и за ваше участие в нашей передаче. Дорогой отец Михаил, когда мы говорим об иконе, и когда мы говорим о жизни нашей, и о вычитании, об иконопочитании, то возникает действительно много вопросов. В том числе мы, наверное, но для нас не секрет в нашем таком, ну, реальном трезвом отношении к православию, мы должны себе отдавать отчет в том, что есть все-таки у нас люди, которые заменяют веру в Господа нашего Иисуса Христа неким просто поклонением одной только иконе. И вот об этом, наверное, тоже мы сегодня поговорим. Но вот икона и жизнь. Жизнь человека, имеется в виду жизнь православного человека? Или вообще икона и жизнь человека вообще, может быть, еще не пришедшего к вере, может быть, человека, который, может, никогда еще не понимал о том, что такое икона. Давайте в этом разберемся. Итак, вопрос первый, что такое икона? И как она связана с жизнью? И что такое жизнь? Это жизнь христианина или это жизнь человека? Или в идеале человеческая жизнь и должна быть жизнью христианина? А жизнь христианина должна проходить по евангельскому закону. И вот получается, что икона зримо являет нам все Евангелие. Зримо являет нам все богословие Церкви. В церковной жизни все очень органично и гармонично, кроме нас, грешных людей. Но Господь и пришел именно к нам, грешниками, взыскать и спасти погибшего. И вот мы с вами встречаемся в день попразднования Успения Пречистой Божьей Матери. И день Успения, последний, двундесятый церковный праздник нашего календаря, стал днем победы жизни над смертью. Потому что смерть не могла удержать ту, которая стала матерью самой жизни. А жизнь родилась от Девы Марии, потому что именно Дева Марии воспринял свою человеческую природу Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. И раз Бог стал человеком, соответственно, Он может быть изобразимым. Таким образом, икона являет нам тайну Богооплощения. В Господе Иисусе Христе две природы. Божественная, невидимая, человеческая, видимая. Но в том-то и дело, что икона являет не природу, а лицо, личность. Единую личность Христа Спасителя, в Котором всегда неразлучно, неразрывно Бог и Человек. Как все гармонично. День Успения связан с Рождеством. Рождество связано с иконопочитанием. И сегодня, на второй день после Успения, Церковь еще особо прославляет нерукотворный образ Христа Спасителя. Тот облик Спасителя, который появился еще при его земной жизни. С праздником! С праздником очень. Ну вот тогда мы сейчас поговорим и об иконе Спасни-рукотворной, который, в общем, так нам известен именно под этим названием. Хотя названий у этой иконы много. И история сотворения этой иконы. Икона, которая, получается так, она называется истинная, потому что она нерукотворная. То есть мы об этом читаем и в истории. Но вот все-таки, какова история вообще появления этого образа, образа? Ну, эта история очень красивая и на самом деле известная. Когда-то царь Эдесский Афгарь заболел проказой, и он услышал, что где-то вот совсем рядом учит и исцеляет человек по имени Иисус. И вот Афгарь послал свою слугу, дав ему два задания. Первое – пригласить Спасителя, а второе – если Спаситель не сможет нарисовать его портрет. И вот, когда Господь услышал об этой просьбе, то, конечно же, он сразу откликнулся. Ну как? Он умыл свое лицо, взял полотно, по-славянски убрус, и оттер свой лик. И на полотне, на убрусе осталось его изображение. Царь получил исцеление, а этот образ, который называется нерукотворный образ Спасителя, до сих пор нами почитается, является одним из иконографических типов Господа Иисуса Христа. И самое интересное, ведь сегодня еще прославляется икона Порта Артурской Божьей Матери. И вот на этой иконе, которая связана с историей России, с русско-японской войной, с Петербургом, потому что именно отсюда уходили эскадры броненосцев, так вот на этой иконе Пречистая Дева Мария держит плат, убрус с изображением нерукотворного образа Христа Спасителя о том, как действительно гармонично устроена наша церковная жизнь. Вот что, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. Здравствуйте, Надежда. Меня интересует вопрос о намоленности иконы. Я молюсь, например, перед любой иконой. Вот. Ну, вот говорят, та икона намоленная, давайте идти к ней. Или можно молиться перед любой иконой. Вот я ищу меня. Освящение иконы в этом храме – это что за процесс? Вот, что освящается? Спасибо за прекрасный вопрос. Действительно, есть иконы чудотворные, то есть за свидетельство церкови совершения чудес по молитвам перед этой иконой. Но кто податель исцеления? Кто совершитель чудес? Тот, кого икона изображает. Но вот действительно, духовная жизнь укладывается в какие-то схемы. Нельзя сделать уравнение, которое бы описывало действие благодати Святого Духа в нашей жизни. И поэтому действительно некоторые иконы называются по-особому намоленными. Это можно, знаете, как сравнить с тропинкой. Вот есть тропиночка узенькая, а есть хорошо утоптанная дорожка. Это можно сравнить с намоленностью иконы. Перед этой иконой действительно многие люди молились. И труд духовный чувствуется. Нам может быть действительно легче возносить перед этой иконой молитву. Но к любой иконе относятся с почтением, правда? Будет это икона совсем старинная, будет это икона совсем новая, будет это просто фотография икона. Потому что честь, воздаваемая образу по вероопределению Седьмого Вселенского Собора, восходит к первообразу. Что касается же освящения икон, то Церковь освящает весь мир. А когда Церковь освящает иконы, то Церковь молитвенно просит, чтобы Господь Бог, Пречистая Божья Матерь, эти святые, которые изображены иконами, действительно нам помогали, действительно нас благословляли, для того, чтобы действительно через икону мы опрощались и поклонялись Всевышнему Творцу. Спасибо за подробный ответ. Но если мы все-таки вернемся к иконе, и к иконе Спас Нерукотворной, то все-таки удивительно именно то, что именно эта икона не является для... Ну, в происхождении своем она не является сотворенной человеком. Ну, в списке, которые мы имеем, естественно, это в том числе и творчество людей. Но это знак того, что сам Христос Бог благословил быть в мире, быть в Церкви своему образу, своим иконам. И вот в связи с этим вопрос следующий. У нас есть, ну, вот, например, в новгородских храмах, мы это часто видим, в некоторых петербургских храмах мы это встречаем, когда изображается Господь-Седержитель и Бог-Сын, соответственно, и Голубь еще как Дух Святой. И эти... Вот почему восходят эти иконы? Потому что ведь мы говорим о том, что нельзя изображать... Есть постановление Собора Русской Церкви, которое прямо запрещает изображать Бога Отца, ибо Отца никто не видел, по слову преподобного Иоанна Дамаскина, кроме Духа и Сына. Бога не видел никто никогда, утверждает святопостол, ангелист Иоанн Богослов. Единородный Сын, сущий в лоне Отчим, тот явил. То есть явил нам Бога, Сын Божий, Бог, ставший человеком. А откуда такая традиция? Ну, посмотрите, в Библии мы читаем, в Ветхом Завете, Бог ходит в раю, Бог слышит человека, который к Нему обращается. Что это такое? Бог есть Дух, но человеческими категориями в Библии описывается действие Бога. Вполне понятно, да? Мы люди, мы мыслим мир конкретными образами, через нашу человеческую природу. Поэтому очень психологически понятно, что в какой-то момент появилась традиция изображать Отца Ветхого днями, Сына и Духа в виде голубя. Но голубь не является, на самом деле, личным символом Святого Духа. В день крещения действительно Дух Святой в виде голубя сходил на главу Спасителя. Но это такое вот понятное психологически некоторое нарушение и православной догматики, и, соответственно, поскольку икона догматически обусловлена вероучением, соответственно, и иконопись православной. Будем к этому относиться как? То есть мы должны просто... Понимать, что исторически вот так сложилось. Да. И в этом случае мы, конечно, просто это должны знать. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Слушайте, я говорю, в Москву у меня такой вопрос. Икона Спасни-рукотворной в единственном из Жентиля Речича, или имеется ее копия? Спасибо за вопрос. Когда мы говорим, что вот есть икона Спасни-рукотворной, мы говорим, что это название целого иконографического типа. То есть есть некий канон, как изображается Спасни-рукотворной, как изображается икона Спас-великий архиерей или Господь-вседержитель. И в соответствии с этим каноном иконописцы создают новые и новые иконы. То есть икон очень много, но все они восходят к одному, единственному образу, про-образу, первоначальной иконе. Вот у нас сейчас мы видим икону, которая изображена именно на платье, то есть именно на обрусе. Но здесь мы видим, что здесь Христос в сиянии. И есть икона, где, соответственно, просто есть только лик и больше ничего. И вопрос такой, почему у нас, ну скажем так, творческое осмысление человека, насколько оно возможно? Оно возможно, оно необходимо, потому что икона – это не реалистическая живопись. Икона, тем более, это не фотография. Икона – это богословское визуальное осмысление либо евангельского события, либо события из священной истории. То есть икона – это богословие в красках. У нас есть такой музей, который сейчас называется просто музей религии, уже без слова и атеизма. И там есть, конечно, огромное количество, очень много, большое собрание икон. И там есть, конечно, например, икона, которую я с удивлением рассматривал. Икона, в которой показано, какие святые от какой болезни излечивают. Икона большая, то есть, ну, может быть, она вмещает несколько десятков святых, которые и подписаны. Этот вот излечивает от этой болезни, этот от этой болезни, этот от этой болезни. И эта икона была написана в начале 20 века. То есть, это, может быть, там, 903-905 год. Насколько это было оправдано? И почему, может быть, для людей часто бывает необходимо именно конкретное, какое-то, что называется, употребление своей веры к конкретным, совершенно своим нуждам и совершенно конкретным, соответственно, святым, которые отвечают за то, тот, за то или иное? Я думаю, что святые, находясь у Божьего престола, обладают полнотою и могут помогать по нужным и обстоятельствам в соответствии с Божьим планом спасения. Но посмотрите. Пишет, например, человек в богословский трактат. Почему бы не помолиться великим богословам? Григорию Богослову, Иоанну Златоустову, Василию Великую Праду. Если человек доктор, он знает, например, что есть, а не просто жил, святитель Лука, хирург. И, конечно, доктор вполне может попросить у святого помощи для своей работы. Если человек едет в Африку с миссионерской целью, почему бы не помолиться святым равноапостолем, просветителем славян? Правда? То есть, мне кажется, это оправдано, потому что вот был у человека при земной жизни некий дар духовный. Этим даром человек служил людям. А поскольку человек перешел в некую полноту, то этот дар у него еще и приумножился. Почему бы нет? Просто во всем должна быть мера. И, в конце концов, мы что ищем? Понятно, можно и нужно просить и об исцелении, и о помощи в житейских ситуациях. Это естественно. Но, в первую очередь, прежде всего, мы ищем веры, надежды и любви. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос такой. Вот на старообраческих крестиках, там просто распятие, на наших крестиках есть иконки, там и Божьей Матери, и святых. Вот у человека, допустим, он на работе, в дороге, не всегда перед собой есть какое-то помолиться. Или какие-то еще обстоятельства, вот можно как-то молиться про себя, там, ну, дотронуться, там, до груди, до крестика, вот. И еще, я, например, люблю, ну, на работе, там, выйти на улицу, там, и глядя в небо, там, вот помолиться. Небо это тоже можно считать. Творение Божье. Ну да, это иконы Творения Божьей. Простите. Спасибо за, спасибо за ваше слово. Конечно, весь мир – это Божье творение. Когда смотрим на небо, то восхищаемся могуществом Творца, который сотворил мир, галактику, звезды, и все это ради нас, людей, и нашего ради спасения, правда? Весь мир сотворен для человека. И, конечно, как замечательно, что мы, православные христиане, носим на груди крест, как знак, символ нашего спасения. Крест, конечно же, и целуем, целуем на грудный крест перед тем, как заснуть, с молитвой. И, конечно, крест – напоминание, кому мы принадлежим, и какой дорогой ценой мы искуплены, как говорит апостол Петр, от всей суетной жизни для Царства Божьего. Не тленным серебром или золотом, но как драгоценную кровью Иисуса Христа, как чистого и непорочного Агнца. Как замечательно. – Очень хороший ответ. Даже самому часто приходится… – Ну, у нас в городе нет звездного неба, туман, слякоть. – Ну, да, звездного неба нет, но есть в любом случае… Вы знаете, как вот все время молитесь, непрестанно молитесь, все время радуйтесь, за все благодарите. – Хорошо, благодарите. – И вот если вот у нас это… если это состояние нашего мышления вот есть, то… Ведь Иисусову молитву мы же тоже произносим в любом месте. – Для молитвы подходит всякое время и практически всякое место, да. То есть молитва не обязательно даже совершаться перед иконой. Просто икона зримо нам являет того, кому мы обращены. – И вот, ну, если мы продолжим этот разговор, если мы говорим на тему иконы и жизни, то в доме каждого верующего православного христианина наверняка есть иконы. – Да, вообще как-то неуютно, когда куда-то попадаешь, а иконы нет. Как-то не совсем уютно. Если есть дом, должна быть икона. – Да, должна быть икона. Но я встречал такое вот мнение. Если у тебя, например, есть, ну, не одна икона, слава Богу, но если их много, и ведь часто бывает так, что, например, там, скажем, кто-нибудь подарил там, скажем, икону, там, скажем, Митрофона Воронежского. Или есть икона там, например, того же самого свидетеля Луки. И я встречал такое мнение, что вот если у тебя есть такие иконы, то обязательно необходимо в молитвенное правило включать и, соответственно, молитвы этим святым, а еще лучше, акафисты. И в этом случае у нас возникает такая проблема. Люди, в общем, в принципе, у нас очень много заняты. И что в этом случае делать, как нам молиться? – Дорогой Глеб, я вам по секрету открою, никому не говорите. – Никому. Есть такая молитва, все святые молите Бога о нас. Знаете как, молитва и время – это, конечно, такой болезненный вопрос, сколько мы уделяем времени молитве. И каждый должен понимать, что молиться – это не тяжкий труд, хотя это так действительно, а это в первую очередь что? Это награда. Бог назвал нас своими детьми и даровал нам возможность, обращаясь к Нему, называть Его Небесным Отцом. То есть, что может выше быть для человека, чем молитва. Но поскольку мы люди духовно ленивые, духовно очень плоские, то нам приходится понуждать себя на молитву. Царство Божие усилием берется. И любое дело, как говорили, ситуации, которые человек делает ежедневно, в конце концов приобретает характер привычки. Но с молитвой это, к сожалению, не происходит. Поэтому молитва – это то, чему мы учимся каждый день. Только надо помнить, что сердце сокрушено и смирено. Бог не уничижит. И учиться – молиться. Потому что, конечно, мы не сколько молимся, сколько учимся молиться. Но на этом пути бывает удача, бывает неудача. Мне кажется, что самое главное, что молитва должна быть живым обращением живого человека к живому Богу. А будет ли это Акапис, будет ли это краткая Иисусова молитва, будет ли это правило или служба часов. Господь смотрит на сердце. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений Белогород. Здравствуйте, Евгений. Меня интересует такой ответ на вопрос. Икон много. Святых всяких. Николаю Годнику, Матроне. И вот когда иногда смотришь, возле икон Николая Годника свечки стоят, ставить некуда. Возле образа Христа две-три. Так мы кому, в конечном итоге, поклоняемся? Святым или Христу? И не все это отличается от языческого многобожия. Объясните мне. Спасибо, Евгений. Спасибо. Правильнее, когда свечи стоят и у иконы Спасителя, потому что Он наш Бог, Он глава Церкви. И когда свечи стоят и у святителя Николая. Как мы прославляем святых? Почему мы прославляем святых? Святые – это те, в ком Духом Святым отобразился Христос Спаситель. То есть, поклоняясь святым, мы поклоняемся единому Богу. Потому что святость – это не какая-то высокая нравственная позиция человека, не какие-то его особые труды. Святость – это дар Божьей любви. Святость – это атрибут Бога. А Бог с нами делится всем, в том числе и святостью. Но для этого нужен труд и подвиг. Ну, вопрос… Нет, поклоняемся, конечно, прославляя святых, мы поклоняемся Богу. Прославляя Богородицу, прославляем Бога, который избрал ее для того, чтобы от нее родиться человеком. Другое дело, что человек может не очень ориентироваться в церковном учении. Человек может заблуждаться. Но так для того мы и учимся, всю жизнь для того и существует телеканал, на котором мы сегодня присутствуем. Ну, вы помните, как в одном известном фильме хорошем, там, про аксессор говорил, человеку нужен человек. То есть, конечно… Как хорошо, что у нас есть, да, вот, что есть люди, которые добились того, о чем сказано в Евангелии. «Будьте совершенны, ибо совершенен Отец ваш». Вот есть люди, которые это смогли исполнить. А мы, глядя на них, во-первых, понимаем свою малость, во-вторых, понимаем, что мы нуждаемся в Божьей благодати, что сами по себе мы не можем нашу жизнь изменить. Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. И это опять побуждает и вынуждает нас обращаться за помощью к Христу Спасителю и Его святым. Как замечательно, что у нас есть святые, что мы не одни, что мы вместе со святыми составляем единую, соборную, апостольскую церковь. Самые обычные люди. Сограждане святым, послова апостола Павла. Каждый раз за литургией мы произносим символ веры. И каждый раз меня удивляет, каждый раз, когда я его произношу, меня удивляет вот эта степень глубинного такого погружения умом в то, и умом и сердцем, в то, что иногда укладывается в целые тома. Символ веры – текст совершенно гениальный. Все учение церкви кратко, торжественно провозглашено. Как удивительно, да, символ веры не молитва, но входит молитвослово, входит в самую главную службу божественной литургией. Почему? Потому что есть теория и практика, и одно неотделимо от другого. Чтобы правильно право прославлять Бога, надо иметь правое, правильное о Нем представление. – Каждый раз, когда мы обращаемся к Богородице с просьбой, мы обращаемся к ней не только как к Пресвятой Деве, но еще ко всему как к человеку, потому что она была человеком, и мы просим почему-то, вот тоже мне вот объясните это, почему мы просим у Богородицы помощи в том, что нам кажется, мы не можем обратиться к Господу, почему мы разделяем наши молитвы и просьбы, почему мы их стараемся как-то, ну что ли, дифференцировать каким-то образом. – Дорогой Глеб, наверное, потому что мы чувствуем любовь к Богородице и ее снисхождение к нам людям. А вот Спаситель, какой ценой Он нас спас? Своей крестной смертью. И, наверное, неуместно просить молитвы Белого Мерседеса, правда? А уместно просить что-то важное, главное, необходимое, а вот о чем-то бытовом хорошо попросить и святых. – И в этом нет никакого, мне кажется, это очень психологически оправданно. – У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? – Здравствуйте, меня зовут Михаил, я звоню из Красносельского района, и мой вопрос заключается в том, в чем же смысл иконостаса? – Замечательно, спасибо, Михаил, за очень хороший вопрос. Смысл иконостаса в том, что мы пошли в храм и увидели Церковь Небесную, Церковь Торжествующую, то Церковь, которая всегда явлена на Божественной Литургии, потому что на Божественной Литургии с нами сослужат ангелы, и вспоминаются все святые. Иконостас имеет свое устройство, свою логику. В Центре Спаситель к нему обращены молитвы Дева Мария, Иоанн Предтеча, этот иконографический тип называется «Диисис», «Моление». Также на иконостасе главнейшие 12 праздников нашей Церкви. На иконостасе события священной истории, святители, пророки, Ветхого Завета, апостола. То есть иконостас являет Церковь. Мы, люди, вот стоим, грешники, а вот Спаситель, глава Церкви, первосвященник, а вот Пречистая Божья Матерь, вот Иоанн Предтеча, а вот все святые, и вот действительно, придя в храм, мы пришли в мир всех святых. Иконостас таким образом говорит о нашем призвании быть согражданами всех святых, пребывать со Христом, Пречистой Божьей Матери, Иоанна Предтеча. Ну и, конечно, каждый раз, если показать любому православному человеку иконостас, то он всегда поймет, кому посвящен храм. Да, потому что еще есть храм и образ обязательно. Справа храма, мы знаем. Потом, и еще вот интересно, и на дьяконских воротах обязательно архангел. Или дьякон. Или дьякон. То есть это тоже все абсолютно... Все очень осмысленно и все очень богословски продумано. Но еще вот все-таки у нас есть храмы, где нет иконостаса. Ну, например, храм еще... В древности и не было иконостаса. Сначала была преграда алтарная. Иконостасис, ставить иконы, да? Были колонны, на которых установлены иконы. Потом, с развитием живописи, иконостас превратился действительно в такую живопись религиозной, то есть иконописи. Иконостас превратился действительно в такую стену. Да, иконописные преграды мы еще говорим. Которая символически отделяет святая святых от нашего мира. Через которую к нам является в святых дарах, через царские ворота, сам Христос Спаситель. Таким образом соединяя мир горний и наш мир дольний. Отлично. Очень хороший и развернутый ответ. И если мы продолжим разговор наш о жизни, то есть если мы говорим икона и жизнь, то... Икона показывает нам, какая наша жизнь должна быть. Икона говорит нам, что вот были события. Исторические. Воздвиженные честного жертвящего креста, да? Это историческое событие, которое произошло уже после самой евангельской истории. Но оно к нам имеет отношение? Имеет, потому что мы спасены крестом. Потому что крест мы носим на груди. Потому что крестом осеняем себя при молитве. Икона говорит нам, что вот то, что было когда-то, это и наша история. Икона говорит о том, что мы можем быть включены не просто вот, да, вот в наше время, в которое живем, а мы включены в божественный замысел. А божественный замысел о каждом человеке – это спасение. И вот икона говорит, для чего мы на самом деле живем? По телевизору смотрим что-то такое, что должно человека вернуть обратно к обезьяне. А икона говорит о том, что мы должны, как говорит Василий Великий, да, человек – это животное, которое должно стать Богом, Богом по благодати. И не даром мы говорим очень просто, мы просто не говорим спаситель, мы говорим спас, не рукотворный, мы говорим спас на каменке, мы говорим спас. И в этом случае не только имя, но мне в общем понятно, что мы в надежде этой на спасение, наверное, обретаем внутри себя тот образ, который может быть и когда-то станет и подобием. Да, и, конечно же, вот как говорит апостол Иоанн Богослов, мир лежит во грехе. Правда? Ну, само собой разумеется. А мир-то еще и Божий. В этот мир пришел Христос Спаситель, в этот мир сошел Дух Святой, в этом мире Христово Церковь существует. И икона нам показывает, что есть не только мир греха и мир зла, а есть мир Церкви. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы очень рады вашему звонку. Представьте, пожалуйста, и как вас зовут? Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лариса из Гатчина. У меня вопрос. Дела добродетели и спрашиваются у Бога. Как правильно это сделать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вы бы как ответили? Мне, в принципе, сложно ответить на вопрос, который можно... Дела добродетелей и спрашиваются у Господа. Но ведь мы все спрашиваем у Господа, а дела добродетелей... Смотрите, хочет человек сделать что-то доброе для ближнего. Наверное, он говорит, Господи, благослови меня, помоги мне. Наверное, это самое простое. Ведь можно и нужно молиться своими словами. В конце концов, все молитвы святых отцов, они должны нас научить, о чем достойно просить Бога, как достойно Его словословить. Поэтому я думаю, что можно просто просить у Бога благословения на добрые дела. Знаете, у меня всегда очень... Ваше доброе дело быть сегодня ведущим передачи? Я надеюсь. Но Вы же помолились перед тем, как... Обязательно. Вот это и есть и спрашивание благословения на доброе дело. Есть еще вот очень... Мне очень нравится, когда говорим фразу такую замечательную, Господь целует доброе намерение. И намерение целует. То есть, ну опять-таки доброе намерение, потому что вот... Человек хочет исправить свою жизнь. И, конечно, от Бога идет благословение. Помните, как притча, притча о блудном сыне. И когда он еще, блудный сын, только возвращался, то Господь, увидев его отец, который символизирует Отца Небесного, да, тот, увидев его, отец побежал навстречу, да. Это такой символ очень глубокий того, что когда грешник идет к Богу, сам Бог принимает его в объятия, сам Бог устремленному навстречу своим милосердием, своей благодатью, своей любовью, своим прощением. И мне еще очень тоже нравится, что у нас есть, когда мы хотим что-то сделать хорошее, есть еще, мне нравится молебен о благом намерении. Вот это вот удивительно. Сам молебен возник не... Ну, не очень давно, что называется. Но мне очень нравится, что все-таки у нас в церкви должны появляться новые молитвы, потому что появляются новые технологии, новые искушения, и, соответственно, должны появляться новые молитвословия. И в том числе, конечно, вот в скором времени начнется новый учебный год. И, конечно, дети наши... Ну, учебный год начинается в сентябре, как удивительно, как и год церковный. И на самом деле, как назывались христиане первоначально? Учениками. Учениками Христа. Соответственно, если мы в церкви, мы ученики. И обучение наше непрерывно. То есть мы не можем сказать, что вот теперь мы достигли некого определенного духовного уровня. Все. Евангелие можно не читать, святых отцов можно не изучать. Конечно. Все у нас есть. Конечно, нет. Потому что духовная жизнь – это плыть на лодке против течения. И если мы на минутку остановились, мы не остались на том же месте, нас просто отнесет назад. Поэтому, конечно, будем помнить о своем призвании учиться. И вот тоже напомнили, ведь удивительно, церковный год заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы. И начинается ее Рождество. Потому что, как говорил преподобный Иоанн Дамаскин, в именовании Девы Марии Богородицей скрыт весь смысл божественного домостроительства, божественного печенья о мире и человеке. То есть от Девы Марии Христос рождается. Это начало нашего спасения. На Деве Марии уже явлены плоды воплощения Сына Божьего. Потому что Успения стала совоскресением Девы Марии, ее сыну, ее и нашему Богу. Мне начинается, как в монашестве называют праздник Успения Второй Пасхой. И это вот удивительно. Праздник полноты, праздник победы света над тьмой, праздник победы жизни над смертью. Помните, еще апостол Павел говорил ученикам, имея желание разрешиться и быть со Христом, разрешиться от всей временной жизни. Если это вот для себя желал апостол Павел, хотя я говорил ученикам, жалко мне вас, без меня останетесь, то тем более окончание земной своей жизни желала Пречистая Божья Мария, Матерь Божия. Потому что вся ее жизнь и была жизнью для Бога, жизнью в Боге. И удивительно, да, обычно уход человека это разлука, это трагедия. А здесь уход человека из мира стал наоборот. Нашей возможностью иметь Деву Марию, молитвенницу о нас. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Здравствуйте. Меня зовут Никита. Я из города Санкт-Петербург. При входе на территорию храма на восточной стене снаружи можно заметить икону. Вот расскажите, что это за икона и как она называется? Никита, мне кажется, что вы у нас прихожане. Вы угадали, отец Михаил. Дорогой Никита, это икона Божьей Матери. Я не помню конкретное название. Но я для тебя обязательно выясню. Вот увижу тебя на литургии, обязательно тебе все расскажу. Спасибо. Спасибо, Никита. Никита школьник, поэтому я назвал его на «ты». Вот, скоро, в 1 сентября, и будем молиться о своих детях. И вот, кстати, я об этом хотел бы спросить. Часто бывает так, что, например, в этом году 1 сентября не учебный день, 2 сентября выходят дети. Ну, и, конечно, в большинстве своем дети не посещают молебны на начало учебного года. И в этом случае, я вот думаю, можно ли рекомендовать нашим родителям, когда ребенок отправляется в школу, помолиться, может быть, даже вместе с ребенком или его ребенке, что в этом случае нам лучше сделать? Долг родителей воспитывать своих детей, о них заботиться, и долг родителей о своих детях на самом деле молиться. Поэтому, конечно, на молебен перед началом учебного года ждем всех, и самих детей, самих школьников, студентов, а также родителей, бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек. Конечно, обязательно. Ну, и я понимаю, что это в каждом храме обязательно этот молебен будет, и поэтому нет возможности сказать, что нет, вот у нас в этом храме, в нашем храме не будет молебен. Нет, нет, учеба это очень важная часть жизни человека, часть жизни молодого человека, потому что и не только владение теми или иными знаниями, а это еще процесс вхождения в социум, научения каким-то социальным навыкам, и школа несет еще и воспитательную нагрузку, помимо учебной. Вот в этом случае я хотел еще один вопрос задать. Если уж мы так перешли на жизнь и икону в, соответственно, уже в каком-то таком детском аспекте, у нас есть в школах теперь преподавание уроков, есть уроки православной культуры. Это один из модулей комплексного предмета. И вот в этом случае насколько это сейчас меняется, потому что поначалу это все было очень так, ну, неумело, что называется, а сейчас каким образом? есть учебники. И вы знаете, как любой культурный человек с любым мировоззрением, с любой даже религией, будучи жителем нашего великого города, будучи жителем нашей страны, должен знать, что лежит в основе культуры, в основе всей истории, а лежит на самом деле церковь. Потому что русская классическая культура невозможна без базиса евангельского. Вся история России это история связана с церковью. Поэтому знать на уровне фактов можно и необходимо именно православную культуру. Вот такое мое мнение. Воскресные школы наши предназначены для в первую очередь, как правило, детей-прихожан. То есть основа православной культуры это не сколько вероучительный, сколько культурологический предмет. Как можно вообще пойти в русский музей, если ты не знаешь Евангелие на уровне сюжетов? Ты не поймешь, о чем речь. Это да. Это точно. Потому что у нас иногда возникает ощущение, что мы живем в мире, в котором никогда не было христианской культуры. То есть хотя вся, практически вся живопись вся европейская культура, вся русская культура, она вся основана на Евангелии. Недавно Владыка Арсенофия посещал храмы русского музея и оба храма они посвящены во имя Архангелия Михаила. И это удивительно, но там все-таки вот этот храм, например, русский музей, он доступен только для сотрудников. И там более полутора тысяч сотрудников, но я не знаю, сколько людей уходит на большую сторону Турки, которая время от времени там служится. Но Владыка сказал о том, что вот это правильно, когда люди имеют возможность узнать о православной культуре, о православном храме. И, может быть, через это слышание от экскурсоводов хотя бы что-то будет меняться. Кстати, в скором времени там возможно и освящение этих храмов. Но вопрос у меня опять-таки об иконах. В данном случае у нас не очень много времени остается, но очень хотелось бы на этот вопрос, чтобы вы ответили. У нас очень много икон в музеях. И понятно, что каждый раз, когда кто-нибудь какой-нибудь храм просит вернуть храму икону, то это вызывает просто резкое противление общества, потому что почему мы его... Для начала благодаря музейных работников, которые в богоборческие годы спасли эти иконы. Можно ли молиться перед иконой в Русском музее или Третьяковской галереи? И можно, и нужно. Есть иконы, которые действительно по своей значимости должны быть под постоянным наблюдением специалистов, реставраторов. Это совершенно нормально. Я, когда бываю в Москве, каждый раз пытаюсь попасть в Третьяковскую галерею, чтобы несколько минут постоять перед известным образом Андрея Рублева, образом Пресвятой Троицы. у нас есть у нас в Русском музее есть Троица, который написал иконописец Семену Ушаков. Удивительный совершенно образ, удивительной красоты. И, конечно, мне очень понравился ваш ответ о том, что можно прийти в Русский музей, вызовывать иконописи, и успокоенно совершенно помолиться. Освещается в том числе и через икону, и пусть икон будет больше, в том числе и в музеях. И это хорошо. Но вот когда мы заканчиваем разговор об иконе, внутри нас все равно будет желание увидеть образ и поклониться ему. И самое главное, чтобы это было в нас желание радостное и молитва должна быть наше всегда радостной. Потому что нам есть на самом деле к чему радоваться и за что Бога благодарить. За дар его любви, за дар его воплощения, за те замечательные иконы, которые Господь благословил нас иметь и в храмах, и повсюду, во всем мире. Благословите наших телезрителей. Попросим Господа Бога, чтобы мы действительно в своей жизни учились, жить правильно, непрестанно молиться, всегда радоваться и за все благодарить. Отец Михаил Бореверман, настоятель храма Константина и Елены. И строящийся храм в честь порта Артурской, иконы Божьей Матери. Божьей Матери был сегодня в нашем эфире. Дорогие наши телезрители, всего вам доброго, до свидания. Не оставляйте наш канал без ваших молитв. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова